Доброе время! На этом видео посмотрим на аппарат от Aiva HSPX370 аппарат конца 90-х годов выпуска, японский, в состоянии, ну, если не капсула времени, то очень приближённым к нему Код 49, приобретался аппарат в Японии в своё время Есть документы здесь, в общем, вот как он выглядит, его состояние практически новое Насколько я изучал, возможно, он включался в своё время, ну, разве что несколько раз, не более И надписи виднеются, Made in Japan, сейчас постараюсь приблизить его бирочки То есть никаких ни следов использования, ни потертостей Глянец смотрового окошка, в отличие от 380 модели, оно здесь также интересное, оно прямоугольной формы В 380 оно круглое, но также привлекательное Этот аппарат имеет вот такой аккумулятор И, как бы не иронично, это не было написано, Superlong Life Но до наших дней такие аккумуляторы практически не доживают, не доходят в работоспособном состоянии А новые приобрести такой возможно, однако они очень-очень дорогостоящие на данный момент То есть их имеется небольшое количество Вставляется он следующим образом, его модель PB4S в этот отсек прижимается И, в общем-то, но выход есть для прослушивания этого плеера Здесь есть гнездо для подсоединения штекера от адаптера постоянного тока на 2 вольта С плюсом по внешней части, с минусом по центру В общем-то, переходим дальше к содержимому коробки Что здесь есть еще? То есть выход самый лучший в данном случае без использования плоского аккумулятора Это наличие вот такого контейнера с вставленными батарейками 3А Стандартные, либо такие же аккумуляторы можно использовать Что интересно, напряжение суммарно этих двух батареечек составляет 3 вольта Соответственно, можно сюда также подавать не 2, а до 3 вольт напряжения И это не скажется на стабильности воспроизведения То есть воспроизведение будет ровное и уверенное Таким образом мы прикручиваем съемный контейнер Вращая колесико в направлении стрелочки LOCK То есть замок, либо застежка И аппарат готов к использованию Однако он имеет датчик наличия кассеты в этой части Без вставленной кассеты мы его не сможем запустить Поэтому можно либо соментировать наличие кассеты Нажав на датчик кассеты и включил воспроизведение Тогда он, естественно, запустится И начнут вращаться подмоточные узлы Скажем Так, все отработал Цикл программная шестерня И теперь кнопочка Open работает Поэтому, а можно вставить просто кассету И таким образом включаем воспроизведение Мы видим, что все вращается, крутится Ну, звук послушаем чуть позже То есть аппарат абсолютно, абсолютно новый Внешний Пробег его составляет едва ли не несколько часов Да, он включался, скорее всего Но в моем владении я несколько часов, может быть, прослушал Вот такая книга-инструкция Мануал по эксплуатации Со всеми особенностями Описаниями всех режимов Назначениями всех кнопок Книга это на японском языке По большей части Но, однако, традиционно в конце Есть несколько страничек С описанием основных базовых функций На английском языке Вот, Operating Instructions написано Precautions Names of Path Ну и так далее Power Supply Ну, то есть, очень скудно Но, тем не менее, описание Для чего, какая функция Для тех, кто не понимает японский язык Вот, для базового использования Можно... Вот его комплектация Что входит в комплект Аккумулятор сам Сейчас я приближу немножко Как я упомянул, его модель PB-4S Одна штука Блок питания Ну, блок питания вот так же есть в комплекте Сохранились даже... Даже, даже родные кулёчки похожи Блок питания с аутпутом на 2,5 Вольта 500 мАч Вот, для зарядки этого аккумулятора Ну, можно, в принципе, попробовать этот аккумулятор Как бы оживить, реанимировать Но у меня такой необходимости не было Ввиду наличия съёмного контейнера Таким образом вставляется Достаточно редкая зарядка Ну, и, естественно, она на 100 Вольт Так как плеер производился в Японии И для японского рынка Этот вариант был не экспортный Похоже Ну, или это модель В этой комплектации Также у нас здесь есть Пульт дистанционного управления Он вместе с наушниками Также всё здесь магазинное такое состояние Не использованный Нет потертостей на ободках этих Точнее, на таких вставочках А не, вот есть всё-таки Но это, скорее всего, естественное старение И деламинация такая вот слоя Пошла небольшая Ввиду возраста А так, в общем-то, пульт видно, что Им совершенно не пользовались Ну, соответственно, можно Аккумулятор мы сняли Всё-таки питание будет от основного Вернее, от батареек стандартных АА 3А То есть мизинчиковых Если 2А это пальчиковые То пусть эти будут более мелкие Мизинчиковые называться Ну, в общем Можно, конечно, подключить И этот блок питания Таким образом Вот, нажав на кнопку воспроизведения Мы видим, что плеер запускается Начинает работать Все функции доступны Поиск треков по паузе Перемотки С пульта дистанционного управления Сейчас я активировал перемотку Работа, естественно, тихая Аппарат просто шепчет Ну, и звучание соответствующее у него Что здесь ещё есть? Бумага с гарантийными Так, сейчас паузу сделаем Так, бумага с указанием Сервисных центров По ремонту или обслуживанию В случае необходимости В Японии То есть, ну, вот такой комплект Зарядное устройство Наушники Пульт дистанционного управления Кулечки, бумаги, инструкция Ну, и, собственно, сам плеер В идеальном новом состоянии Поэтому Подключим обыкновенные Стандартные наушники Чтобы услышать звучание Этого аппарата Насладиться его эстетикой Внешним видом Гнездо для наушников Здесь находится По этой грани Здесь функция усиления басов Супербас Волюм Регулятор громкости Да, вот Супербас Регулятор громкости Режимы работы Автореверса Бесконечное либо разовое Воспроизведение кассеты И переключатель Типа в ленты Нормал Либо Позиция Хай Хром металл В общем-то Внутрь заглянули Стояние прижимных роликов Просто девственное Не видевшая ленты И магнитной головки Также Поставлю громкость побольше Включаю На Нажимаю на воспроизведение Ох, какой басовитый звук Надо меньше даже Либо громкость уменьшить Ну вот его звучание Поближе к микрофону Поднесу наушники Так это окончился трек И нужно сказать Что звук совершенно Без искажений Без детонации Этот плеер не имеет Износа осей шестерен Никаких нелюфтов Ну то есть Ничего такого Влияющего на Звукоизвлечения Критичного В этой модели нет Потому что Аппарат Новый Показываю Как работает реверс Нажимаю на Кнопочку И это звучит Кассета Первого типа Не знаю Насколько можно Слышать Конечно Тут одной рукой Держать Наушники У микрофона Не очень удобно Но тем не менее По самому смыслу Я передал Тачество звука И Нового Нового аппарата Посмотрим Как срабатывает МС Режим Музыкальный поиск Нажал Назад Плеер Включил Перемотку С воспроизведения Найдет Сам паузу Остановит В начале Текущего трека Ну и собственно Включит Включат Воспроизведение Вот как сейчас Произошло Плеер Нашел Начало Трека И Сейчас Включил Островведение 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 Очень классный аппарат по звуку, если кассета записана правильно, никакой коррекции по басам не нужно, потому что он звучит очень сбалансированно, ярко, и так и по низким частотам очень упруго. Но ощутить это можно только надев наушники на уши, и ни в коем случае нельзя судить о качестве звучания по YouTube, поэтому убедиться в том, что это действительно классный звучащий плеер, можно лишь непосредственно слушая этот аппарат в качественных наушниках. И запас по громкости у него, ну и нужно сказать, что тоже очень большой, и хорошие качественные чувствительные наушники можно чуть ли не как мини-колонки использовать, потому что он обеспечивает высокие выходные сигналы. Думаю, достаточно для демонстрации работоспособности такого прекрасного аппарата в нулевом магазинном состоянии, с полной своей родной комплектацией. И то, что этот аппарат им не пользовались, можно судить даже по глянцу съемного контейнера, батарейного контейнера и отсека для батареек. Ну и для наглядности поставлю еще такую красивую кассету для эстетики процесса, одной из лучших кассет на планете Земля, кассета Yamaha Music 52. Вот как она выглядит, золотые бобинки. Я не боюсь вставлять ее совершенно в хорошие плееры. Звучит волшебный. Звучит волшебный. Звучит волшебный. Кнопочка HOLD на этой грани есть для блокировки нажатия всех кнопок, при условии, что этот плеер будет носиться в кармане или в сумке, чтобы случайно не был задействован нежелательный режим. Реверс сейчас так срабатывает. В общем, я уже достаточно навключал треков, чтобы YouTube просто возмущенно... Возмущенно забанил все это дело. Поэтому, естественно, какие-то моменты будут вырезаны, скорее всего. Продолжение следует... В общем, вот такой шикарный, прекрасный аппарат в состоянии нового, с великолепным звучанием от Aiva. Металлический корпус, полностью выполнено все добротно, из металла, эстетически совершенен, благодаря такому красивому смотровому окошку. И, в общем-то, вполне, можно сказать, подарочный вариант для ценителя. Естественно, такой аппарат доставит массу положительных эмоций и очень много восторга. Не знаю, чем степень восторга можно измерить, кроме как хорошего настроения, отобладания прекрасной вещью. Поэтому очень рекомендую. Позиция очень редкая и в таком состоянии ее не найти. Можете потратить годы на поиски. И при этом гарантий не будет, что вы сможете найти новый магазинный коллекционный аппарат в полностью обслуженном состоянии. Реально, даже не хочется через наушники слушать, как через колонки его. Я не преувеличиваю. Ладно, достаточно для демонстрации. Даже времени посвятил ему гораздо больше. Надеюсь, никто не смотрел полностью и до конца, кроме потенциально заинтересованных людей. Ну, что добавить. Всем хорошего дня, настроения, слава Украине, Путин хуйло. Будьте здоровы.